привет паша очень хорошо что у вас есть вот идея которую будете развивать идея создания подготовки окончательного материала для видео смотри я правил тебе вот этот листик и хочу но объяснить его важность и цель почему нужно с ним поработать и как поработать для того чтобы сделать достаточно материала и подготовить и дальше это уже использовать для конечного варианта ролика смотри вот если говорить о создании любого видео которое цепляет который увлекает зрителя это есть базовый вопрос вообще к любому видео относится и к полнометражному фильму и маленькому ролику презентации и так далее можно сделать в любом формате просто показать но просто показать обычно заканчивается очень скучно ну то есть да ну просто посмотрели все то есть первое в видео должен быть призывки вот как этот призыв создается вот это самая главная базовая штука это строится все одинаково значит как это делается вот тут у меня есть такой слайдик я думаю покажу его крупным планом еще значит вот то что синяя это то что касается любого варианта контента то что вот как розовая это вот я бы сказал 50 на 50 это больше относится к художественному жанру но переменимо и в любой теме значит главное что какой вопрос к сценарию фильму там ролику кто главный герой какая цель главного героя и кто или что мешает главному герою через что он проходит вот собственно в любой этой теме это конфликт борьба развязка может идти мягко может идти жестко может идти внутренняя борьба конфликт может идти внешне дальше это уже зависит от того какой материал материал этот берется из вот в первую очередь это физиология социология психология главного героя и каждый пункт он требует не просто ответа да или нет или там был или там год рождения это все важно вот с точки зрения коротких историй в жизни человека вот на примере я хочу показать вот несколько пунктов и потом как вот на данный момент то что я исследовал по вашей теме как это все соприкасается пересекается где это может быть применимо включу такой видосик вот чтобы не было скучно это слушать значит физиология пол возраст рост и вес цвет волос глаз кожи телосложения любимая поза жесты дефекты роста болезни значит здесь есть несколько пунктов телосложения и вот даже этот пункт важно описать не просто там спортивного а например вот какая-то особенность какая-то история которая связана с особенностью тела там например я люблю как кататься на коньках но у меня очень толстые там икры мне тяжело подобрать коньки которые были бы и высокие и удобно зашнуровались да то есть вот эта особенность моего тела вот я хочу все отрастить длинные волосы но у меня не получается и я в принципе с этой идеей так и смирился что вот хожу короткие там уже их там сколько есть только есть да и это может стать вот где-то каким-то пунктом важным в какой-то части сценария социология класс нижний средний высший тут важно ну происхождение просто для себя вспомнить какой-то момент из которого вы вот пришли к пониманию что вот мой я принадлежу классу высшим или среднем или не или нижний класс там например там мой папа был цыган и мы въехали на территории украины шумным табором здесь нас принимают за ничто например или наоборот мои родители были очень богаты и и славились и вот я себе не позволяю быть богатым потому что многие жизни моих предков вот оборвались просто их раскулачили забрали все короче например профессия род работы время работы доход понятно это тоже большое место для того чтобы здесь коснуться каких-то личных историй интересных моментов там чем я только не торговал цветами бетономешалками пирожками рыбой больше всего не люблю работать с людьми вот водителем автобуса я не смог работать да нормально то есть вот эта часть она очень важно чтобы дальше продолжить там какую-то сценарную нить вот семейное положение точно также это место где нужно найти истории которые вот подтолкнули к созданию этого бренда к созданию этой марки они могут быть очень зажигательны что касается вот тоже нашел такую сейчас статью вот 50 названный 50 брендов самых известных да вот провели исследования и вот смотрели их успех почему стали так успешны значит наш наш чем они акцентировали внимание радость связь с миром вдохновение чувство собственного достоинства влияние на общество ну как это сделать вот если посмотреть дальше статья там как рождаются бренды ну можно просто вот сухие факты когда создан кем создан для чего созданы так далее то есть короткая история мы создали тогда мы создали для того мы создали так но если посмотреть вот другие бренды например вот раз вот предыстория nike ски годы фил нет серьезно интересовался спортом и сутью дальнейшего происхождения то вот он задался вопросом относительно качества и доступности обуви и организовал такую штуку что сделал целое предприятие с помощью вот торговой марки с помощью бренда которая позволила всем людям иметь доступ к хорошей качественной обуви да то есть это вот где-то даже близко к вашей теме фактически вот сделать такую торговую марку которая решит может быть какие-то вот вопросы выбора производителя выбора покупателя выбора там бизнесмена это очень интересная получится такая тема но как она появилась почему вы задумались вы найдете в своей памяти вот может быть какую-то интересную историю которая может быть будет даже касаться какого-то там пункта политические симпатии да вот здесь написано политические симпатии тоже важно придумать вспомнить но если вы делаете если бы мы писали какую-то там книгу или фильм в котором нужно придумать сюжет то мы бы придумали для вас важно это вспомнить да как политические симпатии возможно даже там повлияли на то что вот у вас двинулась где-то сознание в сторону вот у вашего бренда в сторону в вашей темы в которой вы варитесь психология самое простое я думаю что здесь вообще легко сориентироваться моральные правила понятно у каждого есть масса историй когда мы говорим я это люблю это так вот не люблю личные цели здесь бывает все сложно но очень хорошо если цели ваши настоящие которые тянутся с детства до сих пор вы их поддерживаете и в этом стремитесь в этом растете это важно все вот ваши достижения надеюсь много интересных моментов истории которые можете просто для себя в памяти так обновить а может быть что-то записать тезисно для того чтобы вот сделать интервью и как во время интервью можете подсматривать там раз тезисно глянули все вы знаете о чем говорить то есть не надо долго там искать значит отношение к жизни покорная активная пораженческая тут легко ответить себе комплексы предрассудки фобии страхи вообще замечательно экстраверт интроверт средний тип ну тут вообще легко понять я не знаю что такой средний тип ну во многих случаях этот вот средний тип спасает когда думаю что экстраверт я или интроверт когда герой идеальный то смотреть это может быть не так интересно когда у человека есть недостатки он делает ошибки это сближает вот поэтому учитывайте все эти моменты чтобы было что-то тень там напомним вот